Девчонки, я запишу для вас видео с этой книжкой. Я ее несколько дней назад приготовила. И вот в этой книжке как раз-таки образец того, как фотографический элемент, вот такой вот фотографический, да, соединяется с рисованным. Вот. И вот вся книжка построена так, как на обложке. Вот такие вот рисованные мелками штуки и пятновые, ну, вот, видимо, красками нарисовано уже, да, вот это мелок. Персонажи и фотографические такие вот открытки. И все это сочетается совершенно прекрасно. Книжка, первая часть этой книжки у нас ее нету. Я, кстати говоря, только сегодня обнаружила, что у нее есть первая часть. Она выиграла в конкурсе по результатам голосования юных читателей. Я присоединяюсь к юным читателям. Вот. Потому что книжка классная. Она сделана с чувством юмора. И такая чистая, чистая, чистый дизайнерский подход. Как это? Чистый художественный подход. В общем, он довольно выразительный. Вот такое вот фотографическое, да, соединяется вот с таким рисованным. И рисованный он вот так вот, потому что это детские мелки. Ребенок рисовал. Ну, типа, да. И как хорошо сразу бросается в глаз... В глаз. Сразу бросается в глаза мелок, когда ты открываешь книжку. На этих открытках текст от самого Милка, который писал. И тут вот хочу сказать, что каждый элемент стоит разглядывать. Потому что здесь вот, например, на штампике написано диван. Да, Дункану, в комнату Дункана, на второй этаж этот дом. Тут, значит, Милок пишет ему, что помнишь, ты меня оставил на диване, и твой папа на меня сел. И если бы не скрепка, значит, она меня очень хорошо поддерживает. Забери, короче, меня отсюда. А этот... Вот это все прикол. Дорогой Дункан, никто не любит зеленый горошек, даже цвет зеленого горошка никто не любит. Так что я решил сменить имя и убежать, чтобы посмотреть мир. С приветом, Эстебан Великолепный. Милок, ранее известный как Гороховый. Здесь уже написано, из дома. В комнату Дункана на втором этаже. Этот дом. Ну, такой грустный Милок. Никто не любит Гороховый. А тут... Он такой супергерой. Все, я всех победю. Он теперь Эстебана. Вот. А этот ярко-розовый Милок, которого он оставил... Где он там оставил? На каникулах, короче говоря, его оставил. И он такой сделал вывод, что придется ему идти домой пешком. Раз ты меня до сих пор не забрал. Ну, и, в общем, так вот на каждой странице. Тут вот написано снаружи почта. Вон в том доме. Эти вот раньше спорили, что какого цвета солнце. В итоге они остались на жарком солнце и слиплись. Теперь им все равно, какого цвета солнце. Хоть зеленые. Только ради бога заберите их отсюда. Вот. Вот. Здесь у нас почта снизу. Дункану в его комнату второй этаж. Этого чувака заживал пёс. Вот. И тут внизу написано. Твой несъедобный друг бежевый. Или, возможно, кремовый Милок. У пса изо рта такие вот шмётки сплюнулись. Дорогой Дункан, не мог бы ты открыть, пожалуйста, входную дверь. Всё ещё хочу посмотреть мир. Искренне твой Эстебан великолепный. На этого Эстебана особое внимание просто. Тут вот бедного чувака оставили в подвале. А это светящийся Милок. И ему типа... Помнишь, как мы веселились, когда пугали твоего брата? Значит, рисовали всяких страшилок. Теперь мне совсем не смешно. Ведь я тут в темноте совсем один. Вот. А тот самый, помните, который пошёл домой пешком? Он такой вот на верблюде едет. Посмотрите, как органично смотрится. Фотография. И Милок там сидит. Это прикольно. Это с юмором смотрится. Дорогой Дункан, похоже, я почти дома проехал весь Китай, а ещё Канаду и Францию, как мне кажется. Сейчас пересекаю Нью-Кассел на верблюде. Это ведь там гигантские пирамиды, верно? Ну, естественно, где же ещё? Скоро увидимся. Ярко-розовый Милок. Следующая остановка – Северный полюс. Я думаю, ну, конечно, рукой подать до него. Почта где-то. Дункану в комнату Дункана. Дом в Дункану. Ну, а что? Вот этого, значит. И вот он тут рассказывает, как, помнишь, я тебе говорил, что если ты будешь закрашивать каждую монетку, блин, никаких карандашей не хватит. Пришлось меня точить. И вот теперь я вообще не рисую. Мне пришлось написать письмо за него. Ну, знаешь, мне это тоже не нравится. Короче, это очень весело. Арина обожает эту книжку. Она сделана просто. Вот наш любимый, значит, гороховый Эстебан. Дорогой Дункан, я видел мир. Он дождливый. Направляюсь обратно. Эстебан великолепный. Понятно? Шикарно просто. Очень с юмором. Тут чувака, значит, заживал. Не заживал. В стиральной машине он слипся с носком. Просит его забрать скорее. Этот чувак тоже такой забавный. Самое плохое, что художник из него отвратительный. Из младшего брата. Я вообще не понимаю, что означают его рисунки. Ослы? Обезьяны? Помнишь, ослов и обезьян? Пикассо говорил, что в каждом ребенке живет художник. Но я в этом сомневаюсь. Не думаю, что он знаком с вашим братом. Пожалуйста, спасите меня. Короче. Вот такие рисунки. Ослы? Обезьяны? Помнишь, ослов и обезьян? Вот. Дункан, привет из джунглей Амазонки. Отлично провожу время. Думаю, я почти уже дома. Ярко-розовый мелок. Джунглей Амазонки потрясающе. Ну, кто же не хочет тогда попасть? Вот. А этому вообще не повезло. Ты помнишь, что ты рисовал мною в тот раз? Давай договоримся, что ты не будешь это рисовать. А будешь рисовать только шоколадки. Вот. Ну, и, короче говоря, вот столько писем он получил. И сделал вывод, расстроился, что надо их срочно вспомнить и забрать. И вот он для них построил такой настоящий дом. И вот они тут все, значит, собрались и друг с дружкой разговаривают. Вот. И вот здесь, конечно, прикол. А в Кливленде я поднимался на великую китайскую стену. Вот кто точно посмотрел мир, да? А этот со своим узелочком. Ой, господи. Перечеркнуто гороховый. Эстебан. Короче, книжка очень прикольная. Мы очень любим ее с Ириной читать. Видите, как она чисто сделана визуально. Шикардос. Продолжение следует.